Добрый день, уважаемые коллеги, дамы, господа! Сегодня мы с вами поговорим о привычках здоровья сердца. Дело в том, что мы живем в мегаполисе, нас окружает масса отрицательных факторов, неблагоприятных факторов внешней среды, и так или иначе это сказывается на состоянии нашего здоровья. По данной статистике, 17,5 миллионов человек ежегодно умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Много это или мало. Но если учесть, что это в среднем население такой страны, как Португалия, то таким образом каждый год на одну такую страну становится меньше населения. Но есть тем не менее хорошие новости. Благодаря модификации образа жизни мы можем улучшить состояние своего здоровья и во многом предупредить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Каким образом? Мы можем изменить свои привычки, повседневные привычки, а именно больше внимания уделить физической активности, питаться правильно. Мы можем контролировать артериальное давление, холестерин, уровень сахара в крови, избегать токсического повреждения, избегать табакокурения, а лучше бросить курить, контролировать свой вес. Выживание человека в процессе эволюции происходило за счет движения. Сегодня же день среднестатистического жителя мегаполиса проходит статично. Это приводит к ожирению, сахарному диабету, инфарктам, инсультам. К кардионагрузке необходимо, чтобы в организме вырабатывался оксид азота. Эта молекула расширяет сосуды, влияет на иммунную систему, повышает уровень кислорода в теле и выносливость мышечных клеток. Оксид азота вырабатывается от взаимодействия крови с внутренней поверхностью капилляров. Если человек не двигается, то капилляры перестают омывать кровью мышцы, и вместо 10 капилляров остается работать только один. А оксид азота вырабатывается в 10 раз меньше. Минимум 30 минут ежедневных кардионагрузок поможет держать под контролем свой вес, снизить артериальное давление и холестерин, улучшить свое психическое здоровье. Оксид азота нельзя запасти в проб, молекула быстро разрушается. Именно поэтому сознательно заставлять себя двигаться жизненно необходимо любому современному человеку. В основе пирамиды оптимизации физической активности лежит повседневная физическая активность, то есть повседневная активность, а именно ежедневное увеличение физической активности, ходьба больше 10 тысяч шагов, это подъемные спуски по лестнице, избегание подъема на лифте, работа на дому, прогулки с питомцами, ну или прогулки с родственниками. 3-5 раз в неделю желательно выполнять аэробные упражнения, бег, ходьба, лыжи, езда на велосипеде, плавание. 2-3 раза в неделю расширение своего досуга в плане активизации физической активности, боулинг, работа в саду, отжимания, подтягивания, укрепление мышечной системы. И что очень важно, ограничить, максимально ограничить эпизоды сидящего образа жизни. Это сидение за компьютером, просмотр телевизионных передач и настойные игры. Все клетки и ткани нашего организма формируются из той пищи, которую мы едим. Качественная еда – главный источник стройматериала. Как долго, по-вашему, простоит дом, построенный из ненадежных материалов? Для строительства нам понадобятся Свежие фрукты и овощи. Они богаты витаминами, минералами и должны составлять основную часть рациона. Но помните об умеренном потреблении фруктов. Они содержат простые сахара, избыток которых может привести к ожирению или сахарному диабету. Цельнозерновые злаки богаты клетчаткой и минералами, снижают уровень холестерина в крови и уменьшают риск развития заболеваний сердца. Молочные продукты необходимы, чтобы получить кальций. Выбирайте варианты с низким содержанием жира. Мясо, рыба, яйца, бобовые являются немолочными источниками белка. Отдавайте предпочтение птице, поскольку чрезмерное употребление красного мяса увеличивает риск развития рака кишечника и других заболеваний. Пейте чистую питьевую воду. Она способствует обменным процессам в клетках. А теперь поговорим о кирпичиках, которые лучше не использовать в строительстве собственного организма. Фастфуд. Готовая промышленная выпечка, перенасыщенная солью и сахаром. Полны тренжеров и консервантов, которые, накапливаясь в организме, увеличивают риск появления инфарктов и инсультов. Помните, наше сердце – командный игрок, поэтому ему нужны здоровое тело и психика. Стройте свой организм из качественных кирпичиков, питаясь правильно и разнообразно. Рацион питания. Желательно, чтобы входили овощи в меньшее количество фруктов, но так или иначе они должны присутствовать в вашем рационе. Это цельнозлаковые продукты. Это здоровые белки, полезные жиры и достаточный прием в жидкости, чистой воды. Очень важно знать о своей цифре здоровья. Мы очень много уделяем внимания различным цифрам в повседневной жизни. Так или иначе, знание цифр артериального давления, уровня глюкозы, крови, холестерина и своего индекса массы тела позволят вам адекватно контролировать свое состояние сердечно-сосудистой системы. Мы, мамы, несомненно, знаем много чисел наизусть. Номера телефонов, калорийность продуктов, дни рождения, пароли, какому уроку детям в школу, а мужу на работу. Но знаете ли вы самые важные числа для здоровья вашего сердца? Уровень артериального давления, холестерина, сахара в крови, индекс массы тела. Эти значения важны, потому что они позволяют вам и вашему лечащему врачу определить ваш риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Знай свои числа здоровья! Как уже было сказано, основные привычки, ключевые, которые вы должны взять на заметку, это контроль жизненных показателей артериального давления, уровня холестерина, веса, уровня глюкозы в крови, активизация повседневной физической активности, физические упражнения, нормализация рациона питания, оптимальный рацион питания и отказ от вредных привычек позволят вам избежать прогрессирования сердечно-сосудистой заболеваний. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.